Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славян. Мы сейчас с мальчишками отправляемся в новый выпуск. Ну, а вы с нами. Покажу вам ряд геморроя, которые мы сегодня поймаем. Новый день, как говорится. Новый влог. Покажем море, как всегда. Туман, горы. Ну, и по факту там что получится. Ставьте выпуску лайк. Погнали. Хочу показать вам. У нас сегодня такая интересная погода. Посмотрите, какой плотный туман. Сколько мы здесь живем. Такого ни разу не было. Море в нашем просвете вообще не видно. Горы видно чуть-чуть. Ну, а надписи вообще нет. Утром, ранним, когда мы проснулись, 7 утра, здесь туман стоял. Даже почти поле не было видно. Мы вышли сейчас из дома. Хотим поехать заплатить за квартиру. Точнее, не за саму квартиру, а за коммунальные. Сделать коммунальные платежи здесь. Типа две организации. Одна платится где-то вообще в центре города. Типа за коммуналку. А по счетчикам нужно платить где-то здесь на районе, в каком-то там подвальчике. Конечно, безумно неудобно. И почему нельзя это сделать никак онлайн? Для меня, конечно, вообще это непонятно. Вышли укладывать Мирончика. Мы, конечно, его уложили. Но дети вышли в обычных кроссовках. Пришлось возвращаться домой, брать зонтики, приобувать обувь. И на машине теперь уже поедет в центр. Так, пока ищем. Хочу забежать на Вайлдберрис, забрать свою посылочку. Если честно, такой трындец. Во-первых, ехать непонятно куда. В центр парковок нет, ничего нету. Картами оплачивать нельзя. Плюс, я говорю, за какой период оплачиваю? Она говорит, я не знаю. В итоге она там распечатывает эту квитанцию. С 20-го числа, 20-го марта последний раз была оплата. То есть я за 10 дней за кого-то сейчас тоже должен оплатить. Дебилизм какой-то. Блин, я, конечно, сейчас вообще в шоке. Бегать сейчас по городу, искать банкомбан, чтобы снять на Алик. Хозяйка, конечно, такая вообще максимально интересная. Я голосовой отправляю, мол, типа. Я вот узнал, что последний оплата 20-го марта была только произведена. То есть получается, за 10 дней я должен заплатить там вообще за кого-то. Она такая, ну ничего страшного. Ну там рассчитаем. Ну там вообще копейки. Я думаю, сейчас надо обязательно взять последние показания, которые задавали 20-го марта. Показания, какие мы, когда заезжали. Вот, и рассчитать. Победил я этот маленький вопрос. У нас вышло 2076 рублей. Но половину, ну какой-то процент из этих начислений, он, конечно, не наш. Нужно с этим вопросом тоже будет разобраться. Но, конечно, дичь полная, потому что полдня пришлось потратить. Это я еще всем условно, что я еще не оплатил, как бы, все коммунальные платежи. Это где-то на районе. Точно это же сам мне сказать не может. Говорит, я тоже не знаю. Мы решили сделать небольшой перерыв от этого дурдома, от этих квитанций. Вообще терпеть их не могу. Почему нельзя просто сдать квартиру и вкрутить туда стоимость коммунальных этих платежей, либо делать это все дело электронно? Правда, я вообще не могу понять, почему так. Почему я должен приехал отдыхать, ну даже, предположим, не жить, а просто отдыхать, и должен бегать по этим гребаным учреждениям, где даже карты не принимают. Правильно? Короче, жесть. Причем самое интересное, что вот эти все штуки всплывают, всплыли только потом, когда мы уже заехали. Ну, теперь мы знаем, что надо спрашивать какие-то такие моменты, как оплачивать, кто должен оплачивать, да? Ладно, опустим эту тему, будем наслаждаться видом. У нас сегодня прекрасный вообще вид открывается. Смотрите, там все горы вообще в тумане, ничего не видно. Он то поднимается, то опускается. Красивый вид здесь на море, такие типа ковролин, а-ля зеленый, да, а-ля трава, вот. И здесь приплыла яхта, кстати, несколько дней уже стоит. Выглядит, конечно, прикольно. Сегодня, кстати, снова очень-очень теплый день. Море спокойное, чистенькое здесь чья-то яхточка. Много, кстати, корабликов сегодня стоит. Вообще там проходят соревнования детского спорта. Вон там вот ближе получается, где к нам. У нас сегодня никто не плавает. Видимо, из-за вот этих погодных условий, что туман вообще тонкого мыса вообще не видно. Настенька пошла смотреть. Здесь такие интересные стоят, не знаю, что это, полушары, шары прозрачные. И ребята там готовят столы, я не знаю, к ресторану относятся, либо просто какие-то свидания здесь можно делать с прекраснейшим видом на море. Либо просто, наверное, перекусить. Но пока ничего не работает. Погрузился снова в этот ад. Вот дверь сюда спустился. Говорит, не сюда, идите в соседнюю дверь. Сейчас двигаемся с мальчишками отправлять чай. Кто-то спросит, что за чай. В общем, у нас был прямой эфир. И я показал, какой я чай пью. Вот. И зрители, кто смотрел, 7 человек попросили тоже такой чай. И мы решили просто отправить чай зрителям. Но, увы, прислали не 7 человек, а только 4. Свои адреса куда отправлять. Поэтому вот сейчас двигаемся на почту для того, чтобы отправить. Все сделали, как говорится, большое дело с мальчишками. Отправили всем чаечек. Вот еще один пункт, за что я люблю Геленджико. Возможно, это вот этот район. То, что как я не приду на почту, здесь всегда пусто. В Краснодаре, я много об этом тоже рассказывал. Там приходилось отставить. Бегите, бегите на площадку, давайте. Приходилось порой даже стоять часа 2 в очереди, если прямо это капец как срочно. То есть там была всегда почта битком. А здесь вот такая красота. Сбежали на площадку немножко потренить. Молодчики, пацаны. Прыгнули с пацанами в машину и отправляемся. Куда мы с вами отправляемся? В скейтпарк. Да, здесь на самом деле классный скейтпарк. Находится прямо на набережной. Сейчас заедем, я вам покажу. Потренирую сегодня мальчишек. Здесь на набережной ветер такой сильный. Мы уже приехали. Сейчас раздаю, так сказать, инвентарь. Держите. Артем, тебе. Так, Радюлька, тебе аккуратно, там дорога. Ну и, конечно, мне. Ну, поглядите, какая красота. Огромная детская площадка, набережная, море и скейтпарк. Сейчас будем катать. Слушайте, классно, что еще вот тут вот получается воркаут-площадка. Вон еще одна воркаут-площадка. Ну, вообще, красотища. Ну, конечно, сам по себе он так, потому что вон эти дырки. Ну, я думаю, что нам покататься с парнями хватит. Вон, Тёмик. Молодец. Ну, самый класс, кстати, здесь есть. Маленькая рампа. Прям маленькая, где можно как раз их учить кататься. Вообще прикольно. Самое главное, что это с видом на море. Нас в бухту. Там вот у нас толстый мыс, где мы живем. Там у нас тонкий мыс. Красотища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах! Не, вот так, вот, шучку. Спасибо, что научил меня. Понравилась вам катка, пацаны? Да, я-то вообще... А мне-то очень понравилось. Три удара получил. Реально покатались у души. Тёмка раза три упал. Причём так нормально. Сейчас покажу последствия катания. Ещё минус штаны. Всё. Так, у Родиона. Ну, Родиона просто... Он хоть и не порвал, но он безумно грязный. Да ладно, поехали обедать. Поехали. Поехали. А после обеда, ребятки, всё дружно. Мы приехали погулять на Тонкий мыс. Но об этом мы расскажем в следующем видеоролике. Здесь сейчас будем всё исследовать, изучать. Ну, и вам покажем. Сегодня ветер здесь хороший. Я надеюсь, удастся подснять какие-нибудь классные, мощные волны, которые разбиваются от Тонкий мыс. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписались. Пишите комментарии, лайк, колокольчик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok